Сезон клещей начнется в этом году раньше времени. Об этом предупреждает Роспотребнадзор. Скорая активность членистоногих вызвана теплой зимой и ранней весной. Какие меры профилактики принять, пока клещи еще спят, узнавал Станислав Макаров. Конец февраля, а на улице плюсовая температура. Если горожан этот факт радует, то Роспотребнадзор бьет тревогу. Ведомство уже разослало письма с предупреждением. Сезон клещей в этом году начнется раньше. К тому же тенденция последних лет неутешительна. В 2015 году было зарегистрировано 379 случаев заболевания энцефалитом. Это почти на 100 случаев больше, чем в 2014. Возросло и количество присасываний насекомого к человеку с 11 до 18 тысяч. Сибирь лидер по заболеваемости энцефалитом. Пристоящий сезон, говорят в Роспотребнадзоре, не станет исключением. На территории Красноярского края из 61 административной территории 57 являются эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту. То есть неэндемичные территории только 4. В Красноярске уже началась прививочная кампания. Страховщики отмечают, в последние годы у людей возросло понимание опасности заражения клещевым энцефалитом. Прививаться стали чаще и заблаговременно. Если вас укусит клещ, вы сможете по этому полюсу как вытащить клеща, так и ввести ему на глобули. Помимо этого провести анализ, получить консультацию в нашем медицинском центре. Ну и если вдруг, не дай бог, человек заболел, пройти курс лечения. Раннему пробуждению клещей немало способствует и погода. По данным синоптиков, в ближайшие две недели будет теплеть, а потом снова наступят морозы, которые приостановят пробуждение клещей. Погода постепенно начнет улучшаться, вероятность снегопадов сократится до минимума, облака поредеют, но морозы начнут крепчать. К пятому числу это уже минус 10, минус 15 ночами днем, минус 5, минус 10. Ну а 6, 7, 8, 9 и по всей видимости 10 марта при антициклональной, малооблачной и тихой погоде ночами воздух будет остывать до минус 15 и минус 20 градусов. Ну и днем максимум, на что придется рассчитывать, это минус 8, минус 13 градусов. Тепло уже не за горами, а значит скоро весь этот снег растает. Многие считают, что клещи нападают с деревьев, однако это не так. Они поджидают свою жертву в высокой траве. Чтобы не стать той самой жертвой, нужно хотя бы правильно одеться. В идеале это светлая одежда с плотными манжетами. Ну и самое главное, чаще друг друга осматривайте. Станислав Макаров, Павел Иваницкий, 7 канал.